Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, чем женщины цепляют мужчин. И это скорее не про какие-то психологические вещи, а про практические, ну если хотите так называть, как влюбить себя с первого взгляда. Потому что первое впечатление о человеке мы создаем всего лишь за несколько секунд. Он еще даже рот не успел открыть, а мы уже какое-то впечатление о человеке для себя придумали. И, конечно, любовь с первого взгляда это какие-то очень странные вещи. И когда я слышу вот все эти истории, как только я его увидела, я сразу же влюбилась, или как только я ее увидела, я понял, что все, это моя судьба. Я всегда для себя такая, ну понятно, инфантильный человек, что сказать. Так вот, если вы мужчина, то я предлагаю вам опровергнуть или согласиться с моими словами. То есть поделитесь в комментариях, согласны вы или нет. А если вы женщина, то, как говорится, мотайте на ус. Хотя и мужчинам тоже есть чему поучиться в этих рекомендациях, которые я буду сегодня вам давать. И начну я в первую очередь с того, что формирует весь образ человека. Это его осанка. Это ровная прямая спина. Когда девушка, женщина выпрямляет плечи, распрямляется, то у нее становится визуально больше и выше грудь, и меньше живот. Когда она как бы согнута, соответственно, у нее начинает выпирать живот, грудь она как бы прячет, и образ уже не такой привлекательный. Я дам вам всем домашнее задание. Попросите какого-то своего близкого человека или просто возьмите штатив, поставьте телефон и сделайте фотографию себя в раздетом виде, в купальнике может быть. Когда вы стоите, сутулившись, то есть как вы ходите, ваша стандартная осанка, и сделайте боком фотографию себя. И потом сделайте следующую фотографию, когда вы выпрямились. И вы сравните эти две фотографии, и вы просто, ваша вселенная перевернется. Потому что, как правило, мы смотрим на себя в зеркало. То есть мы смотрим на себя спереди. И вот эти вот выпрямления спины мы не так сильно отслеживаем. То есть мы не можем посмотреть, как выглядим мы сбоку. И поэтому я вам предлагаю провести такой эксперимент. И просто посмотреть и раз и навсегда перестать сутулиться. Или хотя бы начинать что-то с этим делать, хотя бы задумываться в эту сторону. После осанки образ человека создается на основании его походки. Бедрышки вправо, бедрышки влево, движения плавные, мягкие, никаких рывков, никаких прыжков. То есть нужно себя очень грациозно нести. И самое главное, что для этого нужно, для этого нужна удобная, комфортная обувь. В которой вы чувствуете себя нормально, в которой вы можете контролировать свои движения. И поэтому каблуки это не всегда залог того, что вы будете красиво ходить. Нет, вы можете стоять на каблуках, идти на каблуках, но это будет выглядеть очень смешно. Потому что, знаете, есть девушки, вот они стоят вроде прямо, на каблуке одели, и у них оба центр тяжести сместился. И они как будто носом вперед клюют. И очень хорошо, я очень рада, что сейчас в моде кроссовки, в моде плоская обувь. И у меня просто у самой больные ноги, мне вообще нельзя носить каблуки. Но когда я была молодая 15 лет назад, было очень модно ходить на 10-15 сантиметровых шпильках. И я помню, у меня вся обувь была на шпильках, и я ходила, и я постоянно страдала. То есть я могу на каблуках красиво только сидеть. Когда я только вот встаю, я, конечно, могу контролировать свои движения и идти красиво, но мне в это время хочется плакать. То есть мне очень больно, и я, ну, практически вообще не могу просто вот идти даже на каблуках, даже стоять мне больно для фотосессии. Знаете, вот я беру иногда обувь для фотосессии и не понимаю, как вообще в ней фотографироваться. Там 5 минут сфотографировался и снова какие-то тапочки надел. Так вот, поэтому если у вас такая же ситуация, то есть вы не можете нормально ходить на каблуках, то и не ходите на этих каблуках. Лучше идти плавно и красиво, но на плоской обуви, чем мучить себя этими каблуками. Кстати, тоже можете просто поставить где-то камеру и заснять свою походку на камеру, как вы ходите. Как вы ходите, когда вы стараетесь, и как вы ходите, когда вы думаете о чем-то другом, но не о красивой походке. Тоже очень полезно посмотреть на себя со стороны и хотя бы задуматься над тем, а как я себя несу, как я несу свое тело. Ладно, переходим дальше. И третье, о чем я хотела сказать, что важно, это ухоженный внешний вид. И я сейчас говорю про чистую голову, про чистую одежду, приятный запах, про здоровые зубы, про здоровую кожу. То есть про то, что создает впечатление здорового человека. Не важно красивого, сколько на вас косметики, важно, сколько здоровости есть в вашем образе. Потому что мужчина ищет себе на биологическом таком уровне здоровую женщину. Поэтому нужно создавать впечатление именно здоровой женщины. Я вот тут была недавно у стоматолога, и она мне там делает чистку, ну и со мной разговаривает. Такая очень разговорчивая женщина. И говорит, приходит ко мне девушка, говорит, видно, что молоденький, там у них карта же по дате рождения, там все дела. У нее, говорит, ресницы 5D, губы, говорит, вот такие накаченные, ногти длинные, когти, да, там тоже видно, что не одну тысячу в маникюр она вложила. А говорит, а как рот откроет? Я, говорит, как посмотрю ей в зубы, так мне плакать хочется. Почему для нее какие-то ресницы, какие-то ногти гораздо важнее, чем ее зубы? Зубы же ведь в третий раз не вырастут, да, то есть это то, что делает вас здоровой. И когда у вас больные зубы, вам в первую очередь самому не очень приятно и не очень комфортно. Поэтому, мне кажется, вот моя такая личная позиция, не знаю, может с этим согласитесь, может быть нет, но гораздо важнее вкладывать деньги в свои зубы, нежели там в свои ногти или в свои ресницы. Конечно, хорошо, если у вас есть деньги и на то, и на это, но если выбирать, то, конечно, зубы важнее. Я вот сейчас вообще задумываюсь над тем, чтобы поставить себе брекеты или поносить эйлайнеры, но еще точно не решила. И, кстати, если у вас был опыт эйлайнеров, отпишитесь в комментариях, помогло ли вам и был ли эффект на какой-то долгосрочной основе. То есть потом зубы не двигались в обратное место или уже как бы все, надо теперь постоянно будет носить поддерживающие вот эти вот эйлайнеры. Про взгляд я уже рассказывала недавно в ролике про женскую привлекательность, сегодня повторяться не буду. Если вам это интересно, то посмотрите. И последнее, вот самое важное, чем вот просто сражает наповал женщина мужчину при первом взгляде, при первом впечатлении, это своей улыбкой, своей какой-то жизнерадостностью. Когда он смотрит на нее и понимает, что она сейчас в хорошем настроении, в хорошем расположении, и с ней сейчас все хорошо, у нее сейчас позитивные эмоции. Понимаете, у нас и так у всех в жизни очень много каких-то сложностей, проблем и стрессов. И от потенциального партнера мы хотим видеть чего-то счастливого, чего-то такого поддерживающего. И как раз-таки позитивные эмоции это то, что мы можем продемонстрировать, что у меня все хорошо, вот я счастливый и веселый человек. И очень часто я в последнее время замечаю такую тенденцию, что я могу там идти в магазин, выгляжу просто как бомж. У меня там грязные волосы собраны в какой-то там пучок зализанный, у меня нет никакого макияжа, я в спортивной одежде, тащу какой-то с собой мешок с продуктами. Но я иду и улыбаюсь. И ко мне подходят мужчины и начинают знакомиться. И первые несколько раз, там раз пять, мне было так странно, думаю, чего они ко мне подходят, я вообще как бы ужасно выгляжу, не знаю, что надо сделать, чтобы я еще ужаснее выглядела. Но потом я поняла этот прикол, что неважно, как ты выглядишь, главное, чтобы ты улыбался. Потому что, опять же, у меня были тоже в жизни такие моменты, когда я вся при прическе, при макияже, в платьишке, на каблучках, такая красотка, вся из себя, хожу везде там и туда, и туда, и туда, и никто ко мне не подходит знакомиться. А почему? А потому что у меня в глазах вот такая бегущая строка. Жизнь ужасная, я плохая, мужчины все плохие, как все плохо и несправедливо. То есть никаких позитивных эмоций мое лицо точно не выражало. И поэтому мужчины, соответственно, ознакомиться ко мне даже и не подходили. Поэтому для успешного первого впечатления вам достаточно просто улыбаться и чувствовать себя счастливым человеком. И тогда ваше первое впечатление будет классным. Но, опять же, это не гарантирует того, что дальше все сложится и все будет хорошо. Потому что гораздо важнее то, как вы будете дальше выстраивать взаимоотношения. Как вы будете себя вести, будете ли вы токсичны, может быть, будете доминировать или наоборот будете подстраиваться. То есть что дальше будет происходить в ваших отношениях, это все-таки определяет. И какой бы вы красавицей не были, как бы вы не улыбались, если вы токсичный человек, то, скорее всего, мужчина от вас бежит. Поэтому я вам буду снова и снова рекомендовать посмотреть видео про женскую привлекательность, в котором я разбираю очень важные аспекты именно с точки зрения психологии. Как выстраивать общение с другими мужчинами. Ну и, конечно, я буду вам рекомендовать свой курс «Люби меня, люби», в котором я рассказываю, что нужно мужчинам и как им это дать. Какие девушки нравятся мужчинам и как стать такой девушкой. На сегодня у меня все. Всех люблю, целую. Мужчины, делитесь в комментариях, права ли я или я все-таки ошибаюсь. Есть что-то такое, что вас цепляет гораздо больше, чем то, о чем я сегодня сказала. В общем, всем пока-пока.